Экономика и ничего больше. Завод по переработке твердых отходов планируется запустить в Ракитном к концу 2020 года. Построить его берется компания Хабэкоград, резидент АСЭР Хабаровск. На заводе наладят линию по переработке текстиля и древесных отходов. Будет создано 41 новое рабочее место. Компания вложит в строительство завода 125 миллионов рублей. Кроме того, она намерена вообще развить систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Банк ВТБ начал оказывать услуги эквайринга для карт UnionPay во всех онлайн-кассах РЖД. Это значительно упрощает процесс покупки билетов для туристов. Теперь они могут это делать не только в пунктах продаж, но и самостоятельно на сайте РЖД в любой точке мира. Функция доступна для всех карт UnionPay, выпущенных за пределами России. В прошлом году ВТБ обеспечил прием карт этой платежной системы в обычных кассах РЖД. И в итоге количество безналичных платежей при покупке билетов увеличилось в два раза. Поток туристов из Китая и Южной Кореи на Дальний Восток растет. И нужно дать им возможность платить за услуги здесь удобным и привычным для себя способом, считают ВТБ. Напомню, Хабаровский край по итогам прошлого года посетили 54 тысячи иностранных туристов. И большей частью как раз из Китая и Южной Кореи. И пока туристы из Китая сюда, товаропроизводители из Хабаровска туда. С 15 по 19 июня Хабаровский край представляет свои потенциальные возможности промышленные, инвестиционные, туристические на 6-м российско-китайском экспо в Харбине. Выставочная экспозиция края занимает 90 квадратных метров, солидно, да, и разделена на две зоны. Имиджевую, где рассказывается, как у нас красиво и перспективно, и коммерческую, где предприятия выставили свою продукцию, в том числе и дикоросы и мед. А тем временем в Лондоне тоже оценили российское. Там объявили результаты одного из престижных конкурсов в сфере виноделия, это London Wine Competition 2019. И российское шампанское экстра брюд Лев Голицын Коронационная получила золотую медаль. В обычных магазинах в Хабаровске не замечено, а вот онлайн стоит 815 рублей.